Всем привет, ребята! С вами канал Арина Герошина, и мы начинаем! И сегодня у меня что-то позитивное настроение, а давайте, ребята, сыграем с вами в монополию. Я буду играть со своей мамой. Мам, скажи всем привет! Всем привет! И сегодня мы будем играть. Если тебе интересно, что будет дальше, подпишись внизу. И начинаем! Итак, кто не знает, в монополию нужно бросать вот так, кубик вот этот, как-то вот так вот, крутить и бросать. В правилах мы просто покупаем собственность, если она не занятая. Если вот две собственности одного и того же цвета, то сумма вдвойне, которая тут указана, умножьте на 2 ее просто. А если это просто чужая собственность, то нам нужно заплатить ренту. Вот и все. Ну, различные тут правила есть. Их надо прочитать сначала, а только потом играть. А также вот такая вот досочка. Также вот эти деньги, которыми во время игры мы расплачиваемся, и значки проданы. Ну что, начинаем играть. Первым уходит самая младшая игра. Начинаем играть. А ты кто? Кот? Я кот. Ну, давай, гидай кубик. Четыре. Раз, два, три, четыре. И вот, смотрите, важный момент. Беру вот эту фишечку, ставлю и плачу в банк один рубль. Вон он, банк. Нужно банк подвинуть. Давай сюда подплать. Ладно, хорошо. Вот будет банк. Тебя, поеду, петруля. Все. Один. Мама тоже покупает. Только она ушла не так далеко, как я. Ну, ладно. И теперь я кручу-верчу кубик. Парчу в банк один рубль. Так, кручу-верчу кубик. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я покупаю скейт-парк. Это очень хорошо, что я купила скейт-парк, ребят. Потому что дело в том, что там есть шанс на скейт-парк, если не будет у тебя куплено скейт-парк. Он вообще-то стоит два рубля. Ой, ну ладно. Вот, еще. То тогда мне придется платить кому-то ренту. Три. Раз, два, три. Мама платит мне один рубль. Уже попала. Да. И самое главное, вообще, мне кажется, в игре купить как можно больше собственности, чтобы потом тебе все платили ренту. И, может быть, даже вот так делать. Конечно, когда только денег больше наберется. Так, ну, и теперь кто? Я. Один. Офигеть. Вот, ребят, смотрите, я покупаю одну и ту же ренту. И если вот кто-то сюда ляпнет, то тогда ему придется заплатить уже четыре рубля. То есть два умножить на два, вот четыре. Теперь мама хочет. Давай, ходи. Ой. Опять один. И теперь, если я сюда попаду, к маме, то я ей заплачу. О, же. Ставим собачу. Так. Теперь я. Ох. На счастье нужно прям, вот смотрите, ребят, прям закрыть глаза и кидать. Один. Да, это на счастье бесплатная стоянка. Ну, что там? Бесплатная стоянка ничего не делала. Видите, ребят? Счастье появилось. Бесплатная стоянка. Два. Два. Ой, раз, два. Ой. Музей. Музей. Два рубля. Поэтому тут играть все очень легко, если уж так говорить. Так что теперь хожу я. Ну что ж. Аминь. Так. Один. Ну, спасибо. Три рубля можно заплатить. Это клуб видеоигр. Ой, я так люблю видеоигр. Вы не представляете. Вот теперь ты. Чего крути? Крути-верти. Пять. Раз, два, три, четыре. Бесплатная стоянка. Два. Раз, два. Шанс. Вот теперь смотрите. Вот эти все карточки шанс мы кладем вот сюда. Вот на эту штуку. И я беру карточку шанс и читаю. Блин, ребят. Мне не повезло. Смотрите, что тут написано. Ты съел слишком много конфет. Заплатил два рубля в банк. Иногда бывает, что не везет, ребят. Не понимаю, что это шанс? Шанс попытать неудачу? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Это что, шанс, чтобы неудача у тебя побыла? Раз, два. Два. Раз, два. Мам покупает кинотеатр. Сколько стоит? Три рубчика. Как предвлекательный. Такс. Теперь я. Моя участь. Ой, хочу, 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 хочу. Конфетку хочу. Один. Ну да, выпала конфетка. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. А что там у тебя выпало? Магазин игрушек. Все ставлю. Я уже деньги заплатила. Все, теперь мама крути-твертит. Четыре. Раз, два, три, четыре. Э, мама в тюрьму попала. Ребят, мама попала в тюрьму. И что теперь делалось? Теперь платя один рубль, штраф в банк. И когда ты пройдешь вот это поле вперед, ты не получишь зарплату два рубля. Точно. Точно. Я читала правила. Я не халпурю, ребят. Я честная. Такс. Теперь я. Один. Вот теперь смотрите. Если вот эти две я одинаковые покупаю, так, плачу, то если кто-то сюда ляпнет, то заплатил уже не три рубля, а шесть рублей. Представляете, ребят, какая прибыль? А самая большая прибыль это вот здесь. Если две собственности купить, то это же тебе будет платить сразу же десять рублей. Так, теперь маме на очередь. Ходи. Два. Раз, два. Зоопарк. Все, мама, плати четыре рубля. Эх. Эх. Ты только не вздыхай. Ну, что дальше? Ну, дальше я. Ой, хоть бы он сегодня, хоть бы не в тюрьму. Блин! Это вот что мне, дьявол, столь? Наказал меня так. Вот, ребят, вот реально, вот как такое... Ты послала запрос в космос, и тебе он вернулся. Да. Ну, блин, ну, как говорится, когда больше чего-то не хочешь, то и случается. Раз, два. А надо хотеть только самое хорошее всегда. Парк развлечений. Пять рублей. Дорого. Пять? Да, да, пятерочка. Пятерка, пятерка. Так, теперь я... Главное не попасть к щенку. Это будет очень плохо. Ой. Заново. Ой, ой. Ой, ой, ой. Хочешь, что? Ура! Вот мой парк. Вообще-то мое, котеньки. И у меня, ребят, не осталось денег. Все, ты не можешь его купить. Да, но я могу играть правилами для продвинутых игроков. Смотрите, как я это сделаю. У меня не хватает. И как? Ну, а я могу взять долг. Допустим, отдать вот эти мои собственности. Так разве можно? Можно. Это называется долг. Я беру вот этот, один рубль из банка. Плачу. И мне дают еще пять рублей, потому что я как бы их продала. Тут мне еще дают пять рублей. За что тебе пять рублей? Ты сколько ты собственности сдаешь? Вот, две собственности. Ну, главное, сумма. Мне не хватало одного рубля, чтобы заплатить. И вот, тут было шесть рублей. Шесть минус один, пять. То есть я себе беру еще пять. Все очень логично. Что-то я не знала о таких правилах. Ну, там есть такие правила для продвинутых игроков. То есть ты продвинутый игрок? Да. Так, ну ладно. А я думала, у кого деньги кончились, тот проиграл. Нет, если только не останется собственности, чтобы продать. и денег. Тогда ты уже все. Банкрот. Так, ну давай. Походи. Шестерочка. Раз, два, три. Шесть. Беби-беби-беби, я платил мне один рубль. Почти последний. Да, вот ты тоже можешь этим воспользоваться, продать какую-то собственность на деньги. Это такой лайфхак. Ну что, так можно бесконечно играть? Может быть, сделаем перерыв? Ну, давайте сделаем перерыв, потом продолжим. Вот, спустя еще 10 минут игры, можно наблюдать такую картину. У мамы нет ни денег, ни собственности никакой. Ни-че-го. Зато Арина, которая играет за кота, куча собственности и стопка денег. Ребят, и в честь того, что я выиграла, я устроила такую штучку, ребят, из денег. Что же, давайте салют из денег. Все, ты настоящий олигарх. Спасибо всем. И не забывайте подписываться на канал. Только у нас. Мужик может ничего не работать, но все время живут в дела. Арина Ярошина и ставьте лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok